Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Шеламит. Я нахожусь в городе Кирят Моцкин, в пригороде Хайфы. И это известный всем нам парк. Я не раз его снимала. Здесь находится и зоопарк, и парк. Сейчас здесь проходит выставка Лего, на которую я пришла посмотреть. Ну и что, столько людей вы видите? Да просто сегодня детский концерт в честь праздника независимости, который будет через неделю. Поскольку концерт, видимо, уже кончается, то дети и взрослые выходят. Ну, а я захожу. Ну, в общем, кто что, а мы с вами смотрим на фигурки Лего. Посмотрите, какая красота. Я никогда не понимала, как люди способны вот так вот терпеливо это собирать. Это очень большого размера, чтобы вы поняли. Коричневый медведь написано. Написано, что запрещено перелезать через этот забор, как будто кто-то полезет, как будто тигр может укусить. Кто из вас знает, кто это такой? Я вот не знаю. Морские животные. Панды из 62 тысяч кубиков. А вот здесь можно фотографироваться. Это тоже сделано из кубиков Лего. Лемур из 16 тысяч кубиков. Лев 50 тысяч кубиков. Гиена 12 тысяч кубиков. Горилла сделана из 82 тысяч кубиков. Олень из 89 тысяч кубиков. Смотрите, здесь можно обычное время нормальное, когда нет такого сумасшествия и не набросанное, не запачканное, можно играть в сахматы или в шашки. А там находятся аттракционы. Но сейчас все не так, как обычно. Вот еще один лемур. Тут, кстати, они живут. Сейчас покажу, если они выйдут. 10 тысяч кубиков Лего ушло на этого лемура. Орангутанг. Его сделали из 49 тысяч 322 кубиков Лего. И 4 человека создавали этот шедевр. Вы представляете, сколько людей работало? Ну, а тут, все время, пока была эта выставка, вот здесь дети могли собирать сами тоже Лего. А сейчас, как я смотрю, вроде закрыто. Ну, потому что сегодня здесь концерты и совсем другое мероприятие. А так можно было приходить сюда. Но это было не бесплатно, конечно. Платить за вход. И потом здесь можно было работать с кубиками Лего. Вон они даже есть, смотрите. Вон они. Ну, просто все перекрыли сейчас. Эта лодочка тоже из кубиков Лего. И вот эта машинка тоже. Этот корабль сделан из 82 тысяч кубиков. И делали 6 человек. И работали они 55 часов. Это тоже из кубиков Лего. Полярный медведь. Из 100 тысяч кубиков Лего он сделан. Его делали 7 человек и работали 312 часов, чтобы его сделать. Это, по-моему, рекорд уже. Смотрите, какая красота. Попугайчики. И тут еще змеи. И тут целая вот история. Целая история. Чего здесь только нет. Вы посмотрите. А вот и леопарда. Леопарда делала два человека из 82 тысяч кубиков и работали 340 часов. И весит он 335 килограмм. Такой титанический труд, послушай. А вот эту кобру делали два человека. 95 часов работали. Из 29 тысяч кубиков и 96,5 килограмм она весит. Ну и, наконец, крокодил. Не знаю, все ли мы обошли. Может, мы что-то упустили. Но вы нам простите. 46 тысяч кубиков. Три человека его делали. Работали 346 часов. И весит он 288 килограмм. Может, он вам кажется маленьким, но он очень-очень большой. Ну, давайте посмотрим, что еще есть в этом уникальном, совершенно невероятно красивом парке, который мы очень любим. Не раз посещали с вами его. Ну, и для тех, кто не видел вообще этого парка, немножко о нем вам расскажу и покажу. Сегодня работают все аттракционы. Они не всегда работают. Здесь я вижу пицца. За пиццей стоит очередь. Видите, тут можно посидеть и поесть. Вот такая карусель. Для довольно маленьких детей, я думаю. Сейчас они поедут. Такая вот карусель. Такая вот штука. Такая качелька. Там что, людей нету? Одна девочка. Бесстрашная. И вот те полетели. И вот эти полетели. А вот автодром. Оставляем это место. И пойдем посмотрим, что еще интересного есть в этом парке. Уже начали светиться фонарики. Начинает темнеть. Конечно, и вата продается. Здесь также есть искусственное озеро. И там есть жизнь. Сейчас посмотрим. Начнем отсюда. Как видите, здесь есть фонтаны. Когда стемнеет, будет светиться все. Вон уточки ходят. Вон плавает. Тут очень много скамеек. Везде можно посидеть. Можно сидеть с видом на озеро. Вот в этом домике живут лемуры. Живут они на острове, как вы видите. Конечно, они есть и в зоопарке, который находится вот там, прямо рядом. Но живут они здесь. И я их не раз снимала. Дам вам ссылочку на то видео, где они, да, есть. Если не удастся снять сейчас. Так что сможете посмотреть на них. И, конечно, зоопарк я тоже снимала. Обязательно дам ссылку на видео роскошного зоопарка. Правда, снимала я его давно. Сейчас он даже лучше, наверное. Здесь есть и лебеди, но я боюсь, не спят ли они. Лебедей я тоже снимала. Кто со мной давно, наверняка их видел. Тут вот беседочка такая. Вон тоже. Это чтобы была тень, когда жарко. И тут есть и кафе. И, конечно, большая прогулочная зона. Можно обойти здесь, вокруг всего парка, по дорожке. Гигантская, гигантская птица. И листья гигантские. Просто ни с чем сравнить, потому что они тоже очень большие. Тоже большая. Спиной ко мне стоит. Какие гигантские листья вообще. Вот видите, на картинке лебедей есть. И про них тут написано, но я их не вижу. Мой муж предположил, что их увезли на прививку. Ну, что-то такое, наверное. Ну, не видим ни одного. Это удивительно. И черные тут есть, и белые. Тут заросли бамбука. Вот тут был концерт. И видите, как много здесь мест. Я как-то тут гуляла, и было очень много павлинов. Если я найду это видео, я дам на него тоже ссылку. Не знаю, куда их всех убрали. Может, загнали в зоопарк. Зоопарк уже не работает. Вот такой большой здесь амфитеатр. Вот здесь находится зоопарк. Вот здесь вход в него. Видите, сейчас закрыто. Но это еще не все. Здесь рядом находится театр. Да-да, в Кирятмодскене есть большой театр. Можно купить абонемент на спектакли туда. И, конечно, сюда приезжают разные гастроли. Вот можно увидеть кусочек театра города Кирятмодскен. Большое современное здание. Но, к сожалению, деревья заслоняют. Поздравляю с наступающим Днем Победы, с праздником 9 мая. Для меня это двойной праздник. Ну, во-первых, мой дедушка участник Второй мировой войны. Даже инвалид Второй мировой войны был. Ну, и у моей мамы 9 мая исполняется 95 лет. Ну, вот и все. На этом я заканчиваю. Будьте здоровы, берегите себя. И до новых. Надеюсь, что скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok